Несмотря на имеющую положительную динамику, не в полной мере добиться эффективности работы по отдельным направлениям в межмуниципальном управлении не удалось. Так, при имеющейся положительной динамике по улучшению криминогенной обстановки в общественных местах и на территории района, вдруг в районах межмуниципального управления произошел рост преступлений данной категории. Это Духовницкий район на 133% и Краснопартизанский район на 280%. Считаю, что случилось стало возможным из-за игнорированных неоднократных указаний Главного управления внутренних дел области о необходимости проведения локальных оперативно-профилактических мероприятий на наиболее криминогенных направлениях. Тревожная ситуация с отдельным видом преступлений против личности, раскрываемость которой составила 93,8%, что на 2,2% ниже предыдущего года. Так, за истекший период по межмуниципальному отделу допущен рост зарегистрированных убийств на 50%, при этом их раскрываемость осталась на уровне 90%. Осталось нераскрытым убийство Хорошила, совершенное днем в центре города и вызвавшийся большой общественный резонанс не только районного, но и областного уровня. Что, в свою очередь, нашло свое негативное отражение в 16-м рейтинге ведомственной оценки управления по критерию приостановленных уголовных дел под тяжким преступлением против личности. Не удовлетворительно организована работа по линии экономической безопасности и противодействию коррупции. Не в полной мере организованы мероприятия по розыску преступников и лиц без вести пропавших. Между тем, остается ряд насыщенных вопросов, решение которых невозможно только усилиями органов внутренних дел. Так, одной из основных проблем остается совершение повторных преступлений со стороны лиц, ранее совершавших преступления, в том числе ранее судимых. Социальная адаптация лиц данной категории требует пристального внимания со стороны всех субъектов системы профилактики. В целях преодоления негативной тенденции и снижения социальной напряженности на территории обслуживания, работа с профилактированными лицами на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений межмедовственного взаимодействия. И чем целесообразно было бы при содействии администрации в первом квартале 2019 года принять комплекс мер по оснащению средствами видеофиксации и наблюдения мест, потенциально возможных для совершения противоправных деяний, а также выявлению и фиксации нарушений правил дорожного движения. Принять меры по повышению уровня трудовой и досуговой задитости отдельных категорий граждан, наиболее социально незащищенных подростков, членов малоимущих семей, лиц, освободившихся из без лишения свободы. Пользуясь случаем, хотелось бы отмечить, что в настоящее время уже проведена большая совместная работа по организации взаимодействия с управлением с активом общественности, объединением правоохранительной направленности и вовлечении их в процесс обеспечения правопорядка на территории обслуживания. И от лица руководства Главного управления внутренних дел по Саратовской области хочу выразить благодарность главе Балаковского муниципального района Александру Александровичу Салоеву за активную поддержку в развитии общественных формирования правоохранительной направленности и в организации их тесного взаимодействия с Межмуниципальным управлением МВД Балаковского по вопросам поддержания обеспечения правопорядка. Руководству Холынского духовнистого краснопартизанских отделов полиции необходимо организовать такое же взаимодействие с администрациями районов. Подводя итоги сказанного, хочу отметить, что в Балаковском районе многие сложные вопросы решаются своевременно и эффективно. Однако еще раз призываю всех присутствующих обратить особое внимание, пристальное внимание на озвученные проблемы и организовать в пределах своей компетенции дальнейшую продуктивную совместную работу. Уважаемые коллеги, начинаем нашу с вами работу. В работе нашего с вами атеративного совещания принимает участие... Спасибо за просмотр!